Здание филиала городской больницы в посёлке второго участка было признано аварийным. Слухи о закрытии поликлиники появились ещё летом. Такой новостью местные жители были возмущены. Закрытие поликлиники жители боялись лишь в одной причине – расстояние. Тратить больше времени на дорогу к врачу им не хотелось. Тогда больница продолжила работать в обычном режиме. Но уже через два месяца в ней рухнул потолок. На следующий день, 5 октября, все кабинеты были опечатаны. В здании начали ремонт. В первую очередь мы штукатурим потолки, потому что они драночные, износы их уже много лет. Поэтому они почти полностью упали. Мы штукатурили сплошняка, полностью штукатурили потолки, покрасили два раза. Потом стены штукатурили, также покрасили. Работаем хорошими смесями. И краски у нас очень хорошие. Делаем качественный ремонт. Все работы носят косметический характер. Капитально ремонтировать ветхое здание не имеет смысла. Задача первая – убрать элемент аварийности и обеспечить безопасность для тех, для того персонала, который здесь работает и, соответственно, для тех пациентов, которые приходят сюда ежедневно. Вот задача была такая – это сделать качественный косметический ремонт. По сроку эксплуатации этого здания, оно 34-го года, безусловно, всем показателям подлежит уже, ну скажем так, не подлечебное учреждение. Поэтому это было предметом обсуждения у министра. И мы договорились, что по нашей просьбе, мы эту просьбу выразили, соответственно, будет рассмотрено предложение о строительстве в ближайшие два года. На отведенном участке мы его тоже, этот участок отвели и направили министерству наше предложение, чтобы здесь появился офис врача общей практики. Черновые работы уже почти закончены. В больнице осталось покрасить стены, подготовить приемные и процедурные кабинеты. Здание – это старое. Вот все, что мы можем, мы стараемся сделать. По указанию помощи, помощь оказывается квалифицирована. У нас тут работает доктор высшей категории, поэтому помощь оказывается квалифицирована. По графику сюда специалисты у нас приезжают, забор анализов здесь проходит. ЭКГ здесь тоже приезжает сюда, сотрудник по графику здесь можно проводить детям. Ну, жалко терять данное помещение и жалко население, которое действительно теряется доступность, они вынуждены ехать на другой поселок, что, наверное, крайне неудобно для них. Особенно неудобно это для маленьких пациентов. В больнице их обслуживалось более тысячи. На время ремонта прием всех больных перенесли в другие поликлиники города. Приемы отсюда были выведены. Прием взрослой поликлиники был выведен на Кирова-20 в офис врача общей практики. А детский прием мы вывели на поселок Божова, в наше территориально обособленное помещение, где находятся еще три участка. После ремонта в больнице возобновят все обычные процедуры для пациентов. Но случится это не раньше, чем через две недели.